Здоровые дети становятся часто болеющими. Если что нам говорит Союз педиатров России, как раз на предмет ОРЗ у детей лечения профилактика, говорит, что если ребенка вовремя не корректировать, он становится и часто болеющим, и потом он становится астматиком. Причины, почему ребенок становится вот таким. Иммунное реагирование меняется, ну, может быть, родился такой с вот этим TH2 типом иммунного ответа. Но что рукотворное? 2. Большое число контактов с потенциальными возбудителями, которые при выраженном изменении иммунного реагирования проявляются в виде очередного эпизода острой респираторной инфекции. Попроще формулирую. Ребенок идет в детское дошкольное учреждение и хватает там новую для себя инфекцию. И хватает там новые дозы, может быть, старой уже известной инфекции, не может им противостоять. Ему назначают антибиотики, может быть, не всегда по делу. Его переохлаждают. Или его потного, мокрого выпускают на прогулку. Пока их одевают в садике всех, первого, кого начали одевать, держат у двери, он перегревается, мокрый, потный, вышел на улицу и заболел. Бывает? Бывает. Это называется дефект ухода. Неблагоприятные социально-бытовые условия, то есть его могут недокармливать. Или кормить неправильно. Бывают обеспеченные семьи, которые кормят детей. Категорически неправильно. Экологическая неблагоприятная ситуация – это то, что из холодильника не выбросишь какую-то вредную еду. И на самом деле не так легко влиять на общую экологическую ситуацию в мегаполисе. Но конкретного ребенка или взрослого от этой ситуации защитить, в принципе, же возможно. Так давайте выясним, как. Фактор, который существенно ухудшает здоровье, неблагоприятная экологическая ситуация. Просто по факту проживания в городе вы живете не в селе, которое все утыкано зелеными деревьями, полно зеленых листиков и нет ни одного предприятия, которое бы вам отравляло жизнь. Вы живете в городе, этого достаточно для того, чтобы и взрослым, и детям регулярно получать хлорофилл каждый день и практически всем. Детям он еще более полезен, потому что число дыхания у ребенка в минуту больше, чем у взрослого. А рост меньше. То есть, получается, отравляющие вещества, которые тяжелее воздуха, их обычно больше на уровне лица ребенка, чем взрослого. Они в нижних слоях накапливаются. А дышит он чаще, а масса тела у него меньше. То есть, концентрация вот этих отравляющих веществ на килограмм массы тела ребенка, безусловно, зашкаливает. Если сравнить те же условия и взрослый рядом, взрослым попадает токсинов меньше. То есть, хлорофиллом вы с утра должны накормить, напоить ребенка. И, конечно, дать себе. С чего начинается утро ребенка, о котором вообще заботятся? С хлорофила. Что входит в набор здорового ребенка? В том числе хлорофилл. И это абсолютно оправданная мера. Цена вопроса вот этого ежеутреннего хлорофила. Ну, казалось бы, никто не болеет. Ни у кого никаких проблем, решать нечего. Но вовремя защищенное слизистые органы дыхания. Вовремя проведены детокс. Вовремя сниженная токсическая и микробная нагрузка на иммунитет. Ключевое слово – вовремя. И ценность хлорофила не в грошах и не в грошах, понимаете? Не в деньгах его ценность, а в том, что вы получили, если вы защитили ребенка каждый день. Или себя защитили. Или кого-то еще родного и близкого. Это в том числе и онкопрофилактор, поскольку он детоксикант. По статистическим данным, в крупных городах дети чаще, чем в сельских районах, болеют острыми респираторными инфекциями из-за высокой плотности населения. Люди инфицируют друг друга более интенсивно. Плюс увеличенное содержание во вдыхаемом воздухе грязевых или химических агентов. Это механическое повреждение слизистых оболочек, носа, рота, глотки. Но слизистая же продолжается и дальше. Это все способствует проникновению инфекционных агентов и аллергенов. Наши верхние дыхательные пути не справляются. Они не фильтруют, не очищают воздух. Они просто не могут. И вся эта грязь падает вниз, аллергизирует, отравляет. И в конце концов, здоровых детей получить часто болеющих просто, потому что они живут в мегаполисе, абсолютно нетрудно. Трудно удержать их в состоянии здоровья или вернуть в состояние здоровья. Что пишет Союз педиатров далее? В большинстве регионов России в рационе сохраняется значительный дефицит белков, микронутриентов, витаминов группы В и С, микроэлементов железа, кальция, селена йода. Что такое малокровный ребенок, которому железа не хватает? Это очень страшно, он будет плохо защищаться, иммунитет будет страдать. Дефицит макро- и микронутриентов отрицательным образом сказывается на защитных свойствах организма. Да, и это так. Чем можно существенно навредить? Навредить можно чем угодно. Есть люди, которым нельзя помочь, но нет людей, которым невозможно навредить. И дети вот в этой уязвимой когорте, которым все хотят помочь, и все несут свои рецепты из справочников ЗОЖ. Ради бога, не делайте это. Лучше ничего не делать, чем нести рецепты, которые ребенка окончательно вгонят в состояние нездоровья. Если ребенок уже ослаблен и уже аллергизирован, никаких ингаляций без предписания педиатра, аллерголога или иммунолога, тем более с эфирными маслами, никаких антинародных средств самолечения. Эфирные масла, местно раздражающие, медовые лепешки со скепидаром, сосудосуживающие капли от насморка. Кстати, нафтезин – одна из ведущих причин отравления детей, реанимации, забитые детьми, отравленными нафтезином. Лекарство копеечное, помогает хорошо передозировать его лишние капли и у ребенка, извините меня, кома. Это очень серьезно. Причем он спит, он спокойно себя ведет, он никому на глаза не лезет, он вам просто не мешает. А распознать, что он уже отравлен, нервная система уже отключилась, вы не можете, если вы не врач, и вы его не тормошите, и не спрашиваете его. А если он маленький, ничего сказать не может. То есть нафтезином я вас очень серьезно прошу понять, что этому лекарству вообще не место в доме, где есть люди, которые понимают его опасность. Копеечное лекарство может стоить очень дорого, может стоить жизни. Пеносол. Эфирные масла как бы для носа, но для раздраженных бронхов это чудовищная провокация аллергических реакций и бронхоабструкций. Эфирные масла, всякие иммуностимуляторы и прочее не давайте больному ребенку. Хотите, дайте очень здоровому взрослому, проверьте на нем, пожалуйста, если у вас есть такой контингент крайне здоровых взрослых, проводите эксперименты на них, не трогайте детей, тем более больных. Не надо, пожалуйста. Иммуностимуляторы и биостимуляторы аллергику помогут не всегда, но навредить они могут абсолютно. С витаминами не надо спешить, не нужно их давать тоже аллергику, тем более, когда он сейчас не здоров, не нужно. Подождите. Маргарины, трансжиры, омега-6 в избытке при дефиците омеги-3. Это просто красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. Вот эта страшилка нет, это обычный холодильник с домашними салатиками, крабовой палочкой с майонезом. И домашней выпечкой, вот в магазин пошли и купили там на маргарине, все хорошо, вкусно пахнет и красиво. И прочей полезной, привычной едой. Холодильник забит удобной, привычной, вкусной пищей, которую люди считают полезной просто потому, что это выпечка домашняя, а это вообще салат. Салаты же полезные. Салаты же полезные. Это же не водка, правильно? И не сигарета. Домашний салатик. Вернемся к желе. На почве тартрозина, который похож на аспирин, и ничего хорошего ребенку это не дает. Значит, две формы бронхиальной астмы – инфекционно-аллергическая и атопическая. Вот атопическая, которая, как правило, передается по наследству, это 15% случаев, остальное – это инфекционно-аллергическая, то есть инфекция. Мы ее не можем побороть, мы на нее неправильно реагируем, и мы заболеваем. И это 85% случаев, которые в принципе управляемы, на этапе, пока это формируется или пока этого нет еще, это можно предотвратить. Значит, инфекционно-аллергическую вызывают и бактерии, и грибы, и вирусы, и все, что хотите. Значит, причина – хроническая инфекция. Значит, нельзя допускать, чтобы у ребенка была хроническая инфекция в организме. Например, танзелит, аденеидит, пневмония или же что-то острое, грипп, например, воспаление около носовых пазух. Это очень неприятные вещи. В таком случае, если есть хронизация, то оболочка слизистая меняется. Эпителий, который нас защищает, фильтрует и чистит воздух цилиндрически, заменяется многослойным, и защитная функция слизистой оболочки бронхов меняется. Понимаете, какая штука? Ничто не защищает наши дыхательные пути от грязи, которая в составе воздуха падает сразу в самые ранимые места дыхательной системы. Дети с хроникой, если есть хронические очаги инфекции, аденеидиты и танзелиты, да, их долечивают антибиотиками или им делают операцию, убирают аденоидные вегетации и миндалины. Но это не значит, что вы ребенка довели до состояния идеального здоровья. То есть они нуждаются в щадящем оздоровлении, с пониманием, чего можно, чего нельзя, но делать это оздоровление, проводить нужно обязательно. Именно с позиции профилактики астмы. Плюс к тому, что хронический танзелит – это сердце, суставы и нервная система, но еще астма, которая провоцируется, к сожалению, довольно часто. Атопическую может вызвать все, что угодно, но в том числе лекарства – аспирин, пенициллин, анальгин, иногда витаминные препараты. Пожалуйста, не спешите бежать в аптеку за витаминами и не спешите предлагать кашляющему ребенку витамины. Не надо, пожалуйста, сначала разберитесь, потому что можно сделать большую неприятность. Лечить ангину, аденоидит, тубоатиты нужно так, как положено. На этапе лечения острых состояний продукт НСП вполне может быть применен, и никто против этого не возражает, это прекрасно. Но оздоравливать и поддерживать оптимальное состояние здоровья после лечения – вот именно тут у продукта НСП ведущая и решающая роль. Но вы получили ребенка, пролеченного антибиотиками. Вы получили ребенка, которому убрали, допустим, небные миндалины, оттяпали эти аденоидные вегетации. Ему же ничто не мешает дышать полной грудью, он идет обратно в свой детский садик или школу и дышит там полной грудью, вдыхая те же патогены, которые были. Его же надо оздоровить, его же надо поддержать, потому что ничто не мешает формироваться астме, потому что он, вот какой был, такой и остался. Ну, убрали этот очагинфекции, хорошо. Убрали то, что мешает двигаться воздуху, да, и провоцируют тубоатиты, хорошо. Но он же не стал от этого крепче и здоровее. Иммунитет-то тот же самый. Давайте же оздоравливать. Ответ на вопрос, чем натуральные добавки лучше синтетических витаминов из аптеки прост, потому что такому ребенку никто синтетические витамины не назначит, не назначит, ввиду риска аллергоза. А в продукте НСП есть масса полезнейших, ценнейших продуктов невитаминной природы, которые вполне можно применить, постепенно расширяя ассортимент. Помимо двух форм бронхиальной астмы есть состояние предастма, состояние, при котором на фоне острого бронхита или обострения хронического бронхита возникают симптомы бронхоспазма, либо вазомоторные расстройства верхних дыхательных путей. При теме изобилия, особенно спреев, это чудовищно. Это микрочастички, которые падают в бронхи. Обратите внимание, вот эти спреи, которые в этих баллончиках под давлением, это очень опасно. Размер частиц чудовищный, это именно провокация астмы. Наш лак НСП, он с механической помпой, он создает крупные частицы, которые не проходят дальше. Если даже в нос попало, прочихал, прочистился, но дальше они не попадают, ввиду того, что они большие и крупные. Наш спрей не провоцировал никогда ни у кого никаких проблем. А вот это провоцирует и запахи, и бытовая химия ведет куда? 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 Может, туда и ведет. Остановитесь с использованием этих опасных средств, пока не поздно. Не обязательно красить когти и брызгаться лаком в доме, где есть ребенок. Выбирайте бытовую нехимию, не обязательно стирать белье с кондиционерами, которые пахнут, как парфюмерная фабрика. Зачем это нужно? Ребенок спит и дышит этой гадостью. Она приятная, может быть, на запах, но зачем ему это нужно? Иммунитет не понимает, что это приятный запах, он понимает, что это аллерген, и реагирует так, как может. Выбирайте неаллергенную косметику, пищу, которая кормит, а не отравляет. Но ключевое слово в данном контексте – вовремя. Сделайте этот умный выбор вовремя. Потому что есть точка невозврата. Если астма уже сформировалась, уже включаются совершенно другие механизмы. Отмотать назад эту киноленту можно, но требуются совершенно другие усилия. И нет гарантии, что получится. Бытовая нехимия и даже косметика, которая неаллергенна, это же уже есть.